Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Будылева Дарья Александровна. Я педагог дополнительного образования школы номер 14-20, программа дополнительного образования «Основы права». И темой нашего сегодняшнего занятия станет правоотношение, понятие и структура. В дальнейшем мы еще подробнее обратимся к данной теме, но пока просто познакомимся с данным понятием. Итак, правоотношения, они же правовые отношения, это возникающие на основе норм права волевые общественные отношения, участники которых имеют субъективные права и юридические обязанности. Если максимально упростить данное определение, то правоотношения – это такое общественное отношение, которое урегулировано нормами права. Соответственно, любое правоотношение представляет собой сложное правовое явление. И самое важное, в первую очередь, что необходимо запомнить про правоотношения, это то, что любое правоотношение состоит из трех необходимых элементов. которые образуют его структуру, внутреннюю структуру правоотношения. Итак, эти элементы – субъекты правоотношения, объект правоотношения и содержание правоотношения. Давайте рассмотрим каждый из элементов подробнее. Субъекты правовых отношений – это участники правоотношений. Кто может быть участником правовых отношений? Три основные категории. Первое – это физические лица, то есть обычные граждане, люди, индивидуальные лица, такие же, как мы с вами. Далее – это юридические лица, то есть организации. Скажем так, юридическое лицо – это, в принципе, юридическая фикция, то есть это такой искусственно созданный объект, зарегистрированный в специальноуполномоченном на то органе, которому присваиваются права и обязанности полноправного члена общественных отношений, в частности, правовых отношений. То есть юридическое лицо мы не можем, скажем так, потрогать, мы не можем с ним познакомиться, но на бумаге оно у нас существует, на бумаге оно у нас действует. Например, это какой-нибудь ООО «Ромашка» или ООО «Василек». И, наконец, третья группа субъектов правовых отношений – это государство в лице органов государственной власти и должностных лиц. То есть о чем здесь идет речь? Когда у нас, допустим, государство Российская Федерация в лице правительства Российской Федерации участвует в каких-то отношениях, проводит какие-то государственные заказы, государственные закупки, допустим, производство обороны и техники у нас осуществляется от имени Российской Федерации и так далее. Соответственно, чтобы быть субъектом правовых отношений, Лицо должно обладать таким свойством, как правосубъектность. Правосубъектность у нас получается из сочетания двух версий некоторых ученых трех вещей, а именно правоспособности, идееспособности и, как я уже сказала, некоторые еще добавляют деликтоспособность. Давайте же рассмотрим каждый из этих свойств подробно. Правоспособность – это признанная государством способность обладать правами и обязанностями. Каждый человек, то есть физическое лицо, получает правоспособность в момент рождения и лишается ее в момент смерти. Юридическое же лицо получает правоспособность в момент государственной регистрации и лишается ее в момент завершения процесса ликвидации. То есть правоспособность – это возможность иметь права и исполнять обязанности. А дееспособность гражданина – это способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обязанности. То есть в чем здесь разница? Правоспособность – способность иметь. Дееспособность – способность действовать. Своими действиями приобретать права, исполнять обязанности. Дееспособность – это нечто более активное. Правоспособность – вот у меня есть право, у меня есть обязанность. Дееспособность – я могу это право реализовать, я могу эту обязанность исполнить. Соответственно, дееспособность гражданина, к ней мы чуть-чуть попозже обратимся. А что касается дееспособности юридических лиц, здесь все очень просто. Она возникает одновременно с правоспособностью с момента регистрации устава юридического лица и ограничивается уставными целями и задачами, для достижения которых создано это юридическое лицо. Допустим, если мы создаем медицинскую какую-то компанию, мы не можем на ней производить гвозди. Если же мы создаем завод производства гвоздей, мы не можем изготавлять там лекарственные средства. Теперь, что касается дееспособности граждан. В отличие от правоспособности, дееспособность предполагает наличие у человека определенного уровня психической зрелости. Поэтому, по общему правилу, дееспособность физических лиц возникает в возрасте 18 лет и лишь в отдельных случаях в более ранние сроки. При этом дееспособность граждан может быть ограничена, либо же она вообще может, скажем так, быть отнята у гражданина. Допустим, если он имеет какие-либо психические заболевания, или же если он не осознает своих действий, допустим, какое-то тяжкое заболевание и так далее. Опять же, здесь имеется в виду тяжкое заболевание, тоже психическое, наподобие шизофрении и так далее. Подробнее мы с вами с дееспособностью познакомимся, когда будем рассматривать правовой статус непосредственных отдельных субъектов правоотношений, когда мы будем рассматривать положение гражданина, положение физического лица в праве. Ну, пока вот общее я вам сказала. Соответственно, далее перейдем к деликтоспособности. Деликтоспособность выделяют не все ученые. Многие ее включают в дееспособность, некоторые же выносят ее отдельно, как бы за рамки дееспособности. Вы должны понимать, что есть и та, и та концепция, и та, и та идея. И все-таки вы должны знать, что такое деликтоспособность, чтобы, если вы встретились с этим термином, у вас не возникало вопросов, что же это такое. Итак, деликтоспособность – это способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный его противоправным деянием, то есть его правонарушением. Соответственно, правоспособность – возможность иметь права и обязанности, дееспособность – возможность их притворять в жизнь, их реализовывать, их исполнять, деликтоспособность – возможность нести ответственность за свои действия, за реализацию, за недолжным образом прав или же за исполнение недолжным образом обязанностей. Далее давайте перейдем к объекту правоотношений. Объект правоотношений. Существует очень много концепций, идей, позиций, что же считать объектом правоотношений. Но наиболее такая удачная, на мой взгляд, трактовка этого понятия сводится к тому, что объект правоотношений – это те материальные и духовные блага, ради которых люди вступают в конкретные отношения. То есть это природа, предметы, которые произведены человеком, деньги, ценные бумаги и так далее. Соответственно, объект правоотношений – это то, на что направлено действие. Субъекты – это те, кто вступает в действие. Объекты – это то, ради чего они вступают в это отношение и осуществляют это действие. И, наконец, содержание правоотношений. Содержание правоотношений у нас составляют субъективные права и юридические обязанности. Субъективное право – это установленные нормой права вид и мера возможного поведения. А юридическая обязанность – это установленные нормой права вид и мера, соответственно, должного поведения, которым необходимо следовать в интересах у правомоченного, то есть носителя субъективного права. Соответственно, вы можете представить на картинке, визуально представьте перед собой двух человечков. У одного из них, допустим, покупатель и продавец. У покупателя есть субъективное право требовать продать ему товар. У продавца есть обязанность продать этот товар. Вместе с тем, одновременно у продавца есть право требовать оплаты товара, а, соответственно, у покупателя есть обязанность оплатить этот товар. То есть право и обязанность, видите, коррелируют. Право купить – обязанность продать. Право на оплату проданного – обязанность оплатить купленное. То есть такая взаимная корреляция. Соответственно, объектом в данном случае у нас будет товар. Ну, допустим, какая-нибудь мягкая игрушка, или книга, или стол, или еще что угодно, в принципе. Соответственно, это все, что касалось понятия правоотношений и содержания правоотношений. В следующих лекциях мы с вами обратимся к юридическим фактам, без которых нельзя считать тему правоотношений завершенных, а также рассмотрим в дальнейших лекциях виды правоотношений, как мы их выделяем, поговорим про абсолютные относительные виды. Ну, а на сегодня достаточно вот такого небольшого экскурса в данную тему. Пожалуйста, постарайтесь выучить элементы правоотношения, понятия правоотношения, чтобы уверенно в дальнейшем отвечать на ваши экзаменационные и олимпиадные вопросы. Большое спасибо за внимание и удачи!